Гимназия номер один. Володурин Александр. В зале и на сцене лучшие выпускники Оренбургских школ. Те, кто показал хорошие результаты абсолютно по всем предметам. В этом году медаль за особые успехи в учении получили 305 человек. Это на 55 больше, чем в прошлом году. У нас более 7500 закончили школу. 1070 – это золотые медалисты. Это наша гордость, это наше будущее. И не только наше в области будущее, но и Россия. И мы стабильно в первой пятерке Российской Федерации на протяжении последних пяти лет. Первым делом на сцену пригласили ребят, которые помимо медали получили за ЕГЭ сразу два стобальных результата. В Оренбурге таких четверо. В их числе Анастасия Мирошникова. Как призналась девушка, прочные знания. И высокие баллы ей просто необходимы. Чтобы поступить в ВУЗ и стать врачом. Об этом она мечтает с детства. У меня 100 баллов по русскому языку и по биологии. Я думаю, что получить их мне помогли знания, упорный труд. Как занятия в школе, так и самостоятельные занятия дома. Я просто рассчитывала на высокие баллы. И никогда не могла подумать, что я получу 100 баллов. Я хочу реализовать себя как врач. Я хочу поступить в медицинский университет. Возможно, я уеду в другой город, но я еще не уверена. Вот такой результат получают те, кто готовы трудиться, кто умеет это делать. Те, кто ставит перед собой цель и не боятся сложности на пути ее достижения. Я уважаю таких детей именно за кропотливый каждодневный труд. Профессионализм учителя, желание, чтобы твой ученик достиг тех высот, которых, может быть, ты в жизни не достиг. Это очень приятно. В 2012 году Министерство образования и науки России отменило выдачу золотых и серебряных медалей. Через несколько лет на смену им пришла новая, единая медаль для отличников. За особые успехи в учении. Эта награда почти не дает льгот при поступлении. Лишь некоторые вузы прибавляют за нее несколько баллов к общим результатам ЕГЭ. Однако все равно она продолжает служить для школьников хорошим мотиватором учиться на пятерке. Очень большая честь для меня, потому что я думаю, что мой труд действительно не прошел даром. Его заметили. Это очень мстит, придает новых сил, чтобы двигаться дальше, чтобы познавать что-то новое каждый день. Были, конечно, трудности, особенно математика, геометрия, где нужно было действительно учить. До девятого класса я буду вспоминать с радостью, с легкостью, а вот десятый, одиннадцатый – это труд, это бессонные ночи. И буду вспоминать, конечно, приятно, потому что помогали одноклассники, как-то разбавляли вот эту всю суету школьную. Приятно, когда награждал министра образования Лабузов. И вообще торжественная обстановка, много почетных гостей, знакомые, везде одноклассники, родители. Поэтому, конечно, все было очень приятно и все на высшем уровне. Ваши знания, прежде всего, нужны вам, но они нужны и государству, нужны России.